Дорогие товарищи! 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 связан с тем, что, к сожалению, парламент России, как верхняя, так и нижняя палата, по сути дела, отстранены от обсуждения ключевых вопросов о приватизации ключевых значимых активов. Прежде всего, это связано, наше взгляд, с необходимостью учета в рамках бюджетного процесса и доходов от приватизации, и списка ключевых промышленных активов, которые планируются выставить на приватизацию. Мы полагаем, что изменение законодательства позволит резко усилить парламентский контроль за данными процессами, и совершенно очевидно, что данные доходы должны учитываться как неналоговая часть доходов федерального бюджета. И совершенно очевидно, что она не может обсуждаться вне широкой общественности, хотя бы экспертного сообщества. Надо сказать, что президент отреагировал на такие планы правительства, выставив серьезные требования. Прежде всего, это эффективность, прозрачность приватизационных сделок и запрет на участвование в приватизации офшорных компаний и подконтрольных офшорным компаниям. Действительно, на наш взгляд, новые владельцы имущества должны стопонцентно находиться в российской юрисдикции. Это позволит избежать так называемых недружественных поглощений, а попросту говоря, рейдерства со стороны недружественных иностранных фондов, которые практикуют, в том числе господа типа Браудера. Мы считаем, что должен быть принят соответствующий законодательный акт, он подготовлен и несет в парламент. Я приглашаю коллег присоединиться к авторам этого законопроекта. Мы полагаем, что важнейшей задачей является не столько поспешность с приватизационными сделками, сколько контроль и усиление внимания к предотвращению банкротства предприятий, прежде всего стратегического назначения. Еще раз напоминаю, исполняющий гособоронзаказ, решающий крупнейшие транспортные проблемы, энергетические проблемы страны. Прежде всего это относится к расположенным регионам годообразующих предприятий, банкротство которых несет серьезный социальный и экономический ущерб не только для экономики региона, но и для экономики страны в целом. Нам кажется, что пришло самое время повысить роль региона в приватизационном процессе. Вы прекрасно знаете, что в каждом из представляемых вами регионов находится немало объектов федеральной собственности. Часто это малозначимые, небольшие предприятия, предприятия ЖКХ, дорожные службы, социальные объекты. Мы полагаем, что часть этих активов должна быть передана регионам, которые сами должны решить. Или их использовать для решения социальных проблем, для усиления экономики региона, или для привлечения сторонних инвесторов. И, соответственно, пополнение доходной части региональных бюджетов. Мы полагаем, что это время, которое мы обсуждаем, тратим на обсуждение различных инструментов повышения эффективности экономики, следует прежде всего перенацелить на обсуждение принятия решений по повышению эффективности промышленной политики, прежде всего основанной на повышении эффективности собственности государства. Напомню, что нами поддержана госпрограмма по управлению федеральной собственностью, но она явно недофинансирована. А федеральная собственность и пакеты акций могут стать серьезным рычагом для повышения качества эффективности российской экономики, прежде всего в промышленности. Как пример, хотел бы привести серьезный авиационный космический комплекс Воронежской области, предприятия, которые на настоящий момент явно страдают от дефицита заказов со стороны государства, прежде всего. И в этих условиях приватизация таких ключевых компаний, как Аэрофлот и Объединенная Восправительная Корпорация, самым серьезным образом ударит по промышленному потенциалу, по научно-техническому, по кадровому потенциалу нашей промышленности. Потому что совершенно очевидно, что Аэрофлот в случае его приватизации будет крайне не заинтересован в приобретении отечественной авиационной техники. Я просто напомню, что на этот год, на 2016 год, в планах приватизации стояла Объединенная Восправительная Корпорация, продажа которой, особенно в условиях кризиса на Ближнем Востоке, могла бы самым серьезным образом ударить по национальной безопасности нашей страны. Кроме того, я хочу напомнить, что недавно по инициативе президента мы приняли закон, который обуславливает участие в военно-техническом сотрудничестве в экспорте вооружений исключительно 100% государственных предприятий. В этом случае УАК выпал бы из предприятий, способных экспортировать вооружение в военную технику. Мы полагаем, что активная промышленная политика может быть основана прежде всего на повышении эффективности всех инструментов, прежде всего эффективности использования федеральной собственности. В этой связи поспешная приватизация ключевых активов явно не может быть ключевым приоритетом экономической политики. И поэтому мы не можем поддержать нынешние приватизационные планы правительства. Напомню, что на прошлой неделе в Государственной Думе были проведены серьезные слушания, серьезные обсуждения всех аспектов приватизации с участием и администрации президента Академии наук правительства, независимых экспертов. И должен сказать, что наше мнение единое. Мы полагаем, что необходимо прежде всего спрерывать законодательство по развитию плановых начал нашей экономики, под это подверстать федеральную адресную инвестиционную программу, госпрограммы, и прежде всего усилить внимание на такие важные инструменты, как национализация. Национализация и контроль за приватизацией должны обеспечить сбалансированную, эффективную и национально ориентированную экономическую политику. Спасибо.